Ну что, Максим вспомнил новые подробности? А может быть вы с нами принёте очную ставку? А мы готовы! Боюсь, не получится. Почему это? Ваш друг мёртв. Как это мёртв? Этого не может быть. Максим повесился в своей комнате. Антон, ты хочешь поиграть? Антон, ты злой! Я не хочу с тобой играть! Ты злой! Тихо, тихо, за окном. Только тени ходуном. В окна стук и кто-то рядом. В темноте бросает взгляд. Я тихонько приоткрылась. Значит, кто-то, точно кто-то здесь. Пап, я ведь видел, что с ним происходит. Нет, ничего не сделал. Ты ни в чем не виноват. Все это долбанный спиритический сеанс. Тихо. Пойдем. Мама ждет. Анют, мы скоро вернемся. Ты тут слушайся, Нику, хорошо? Какой странный бантик. Это не бантик. А что это? Это Максим. Кто тебе это сказал? Антон. Все, я сыт по горло всей этой чертовщиной. Дай куклу. Аня, дай сюда куклу. Не надо, она маленькая, она не понимает. Зачем ты ее пугаешь? Мы опаздываем. Поехали. Ник, вы присмотрите за ней, ладно? Да, конечно. Пока, мой хороший. Зря я все это тогда затеяла. Со спиритическим сеансом. Ты ведь не виновата на чем? Да как не виновата? Виновата. Дело то, что в голову взбредет. Люди потом живые страдают. Только понимая, это поздно. Бакс уже не вернуть. Перестань. Никто не знал, что получится. Прости меня, пожалуйста. Прости за то, что не послушала тебя. Ты очень добрый, хороший человек, а я... Хочешь, мы прямо сейчас поедем к этой женщине в больницу? Говори, не сверей, дуй. Я не хочу. Я не хочу подходить к гробу. Я хочу запомнить Максима, каким он был. Плохо, что запись очищена. Трудно установить источник звука. А вдруг это правда? Привет из загробного мира. Мне кажется, надо Проскурина трясти, он явно что-то темнет. Что? Я говорю, надо Проскурина трясти, он явно что-то не договаривает нам. Нам нечего ему предъявить. Нальчик просто сделал запись, да он послушает другу. Я не думаю, что Игорь что-то скрывает, но поговорить с ним надо. Может, он знает чей-то голос или кто такой этот Вадим. Ренат, а тебе не кажется, что это просто ролевая игра? Вот смотри, пять игроков. Один в коме, один убит. Вы хотите сказать, что его довели до самоубийства? Однозначно. А если все-таки убийство? Маловероятно. Причем дождемся результатов экспертизы. Ладно, идите работайте. Идите, идите. Проследи за Ренатой Паниной. Да, что-то мне не нравится ее настроение. Антон, ты здесь? Хватит дуться, на обещанных воду возят. Анечка. Анечка, что случилось с тобой? Кто тебя напугал? Пожалуйста, не уходи от нас. Куда же я от вас уйду? Я у вас работаю. Я знаю. Когда ты сделаешь это, ты уйдешь от нас насовсем. Я никуда от вас не уйду. Обещаю тебе. Пойдем со мной. Пойдем. Саш, можем тебя на минутку? Пойдем со мной. Скажи мне, пожалуйста, честно, что у тебя с Мариной? Слушай, Лара, я считаю, что ты выбрал мне самое удачное время для подобных разговоров. Просто ответь на мой вопрос. У вас с ней что, все серьезно? Или ты просто морочишь ей голову? Я Марине ничего не обещал. Да? Почему тогда она уверена, что ты собираешься разводиться с Ингой? Я повторяю, я Марине ничего не обещал. Я понятия не имею, что она могла себе нафантазировать. Знаешь что, Саша, если по твоей вине с Мариной что-то произойдет... Магдан... Пошли. Дома только девочка. Магдан... Пошли. Дома только девочка. Они не имеют... Магдан... 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 Продолжение следует... Все в порядке? Продолжение следует... Игорь, а что было на той пленке, из-за которой Максимов... Забудь! Не хватало еще нам в это дело лезть! Почему? Почему он это сделал? Яш, скажи, пожалуйста, Яш, это было с Максимовым? Ну, по-серьезному... Ну ладно, ладно, успокойся... Успокойся... Хочешь, мы тебя домой отвезем? Не хочу, мне страшно будет, Анна... У тебя, мать, опять на гастролях? Ну, давай, хочешь? Хочешь, поехали ко мне! Поживешь, пока мама с гастролей не приедет! Поживешь! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Пожалуйста, Игорь, не надо меня ни о чем спрашивать. Я прошу тебя. Не надо. Это все из-за тебя? То, что происходит в доме? Это ты во всем виновата? Да нет, конечно! Что ты такое говоришь? Что здесь был с тобой? Что вы искали в колодце? На дне этого колодца лежит тело моего мужа. Богдан и его брат. Мы хотели вытащить его оттуда. Понял? Богдан и его брат. Вот я все очистила. Ни пыли, ни пятен. Ты поможешь? Как ты себе это представляешь? Дорогие мама и папа, извините. Нам необходимо вас потревожить, чтобы достать труп молдавского рабочего? Это мой муж, Игорь. Я не могу оставить его там. Его тело нужно предать земле. Ника, ну так нельзя. Надо вызвать милицию. Нельзя милицию вызывать, иначе Богдану посадят. Но это несчастный случай. Никого не посадят. Игорь, я прошу тебя. Помоги. Игорь, я прошу тебя. Игорь, я прошу тебя. Игорь, я прошу тебя. О, я прошу тебя. Продолжение следует... Делали, что послушали свою матушку. Неизвестно, что здесь могли оставить прежние жильцы. В доме был ремонт капитальный, поэтому навряд ли, что от них осталось. Пагубная энергия может проникать и сквозь стены. Только избранным дано увидеть. Был здесь один избранный. Игнат Ковальский, слышали о таком? Ладно, я не буду вам мешать. Делайте то, что считаете нужным. Мне необходим сосуд для воды. Подойдет? Подойдет. Из меня справитесь? Я очень рад, что они тебе подошли. Они мне нравятся даже больше, чем те. Ну, хорошо. Замечательно. Приезжай. Я обещаю, что буду только в сережках. Помнишь, как раньше? Элла, ну, я же просил тебя. Ой, Димечка, боюсь, потом жалеть будешь. Из-заиди. 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 Исайди, Исайди, Исайди! Исайди, Исайди! Исайди, Исайди, Исайди! Исайди, Исайди! Исайди, Исайди, Исайди! Исайди, Исайди, Исайди! Исайди, 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 Исайди! Спасибо Я вам книги принес Вы просили Спасибо Мне скучно лежать целый день А телевизор только в холле Ну вы наверное скоро уже станете ходить Ну я надеюсь Скорей бы домой Дел столько Со страховкой и вообще Я работать-то теперь Наверное не скоро смогу А у меня кредиты На квартиру На машину Не представляю как буду выкручиваться Вам наверное деньги нужны Как я не подумал то сразу Да вы что Не надо я же просто Пожаловалась Нет нет возьмите Да вы что мне неудобно Возьмите возьмите У меня есть правда деньги Я могу еще вам телевизор привезти Маленький У вас и машина есть Нам не трудно А зачем вы все это делаете Я же совсем чужой вам человек Ну мы нашли вас Значит несем ответственность Ну спасибо Ну мне пора Выздоравливайся Игорь здравствуй А ты что здесь делаешь Здравствуйте Здравствуйте Глеба приходил Да нет У меня здесь знакомый лежит Очень кстати что я тебя увидела Скажи О каком Вадиме идет речь на пленке Которую ты дал Максиму Нет без понятия Вообще зря я ее записал А ты сам ее слышал? Ну да Когда Максу принес Там какой-то шум Треск и ветер и все Нет не все После очистки звука Слышен женский голос Девушка кричит Вадим я умру Ты что нибудь знаешь об этом? Нет не знаю Диктофон в холле лежал Откуда там девушки взятся? И Вадима я никакого не знаю Игорь скажи А ты слышал в своем доме голоса? Да послушайте Я ничего не слышал Не знаю ни про какие голоса Ни про Ни про что? Я не знаю ничего До свидания Хочешь спросить Спрашивай сейчас Это меня не касается Об этом никто не должен знать Особенно Аня Скажем что Гера сбежала Здравствуйте Скажите вы Елена Немченко? Да Мне очень нужно поговорить С вашим мужем Петром Андреевичем Он здесь не живет Мы давно разведены А где его можно найти? Понимаете мы недавно въехали В дом в котором вы раньше жили Я ничего о нем не знаю До свидания Адрес хотя бы скажите Отпустите дверь Я сейчас в милицию вызову Я могу сказать вам где папа Ум нет Пожалуй я не буду отобрать Ну что ж Всего доброго До свидания Приходите снова Здравствуйте Мне нужно подобрать подарок Для друга Не стоит прикидываться Я прекрасно знаю кто вы Ну так даже лучше Лариса мне кажется Нам с вами нечего делить У нас с вами Одна задача Сделать Диму счастливым Пошла вон отсюда Лариса Алексеевна Ну зачем же вы так? Мне кажется Вам стоит присесть Давайте просто обсудим Нашу ситуацию Мне нечего с вами обсуждать Ну так что вы Поможете мне выбрать Подарок для друга Или как? У меня есть одна вещь Избавьтесь с него Как можно скорее По-моему это то что мне нужно Я это возьму А вы сделаете скидку Как постоянному клиенту Конечно Не знаю как вы будете с ним Разговаривать Попробовать надо Здравствуйте Петр Андреевич Вы кто? Это они вас прислали? Они это кто? Да-да-да-да Я знаю-знаю Это они Петр Андреевич Вы помните дом В котором раньше жили? Проклятая Тарисия Бестужева Проклятая Тарисия Бестужева Это она мне всучила Этот адский вертеп Там духи Там духи Там же Они замучили меня Замучили меня Петр Андреевич Успокойтесь пожалуйста Пожалуйста Зачем вы пришли? Они теперь найдут меня Они и к вам теперь прибудут Все уходите Он больше ничего не скажет Никто не спрячется Врач сказал что до психушки Он был главным инженером на заводе Даже не верится Игнат Если мы не уедем из этого дома Мы тоже сойдем с ума Вы с ума сойдете Если уедете От этого нельзя убежать Ты видела? Немченко до сих пор бегает Ника прости Но я тебе помочь не смогу В колуясь я не полезу Если бы ты знала Какой там ужас Почему опять не работаем? Ко мне вот сестра приехала Такие сестры По сто баксу за час берут Откуда у тебя деньги? Или может ты мои стройматериалы Налево загоняешь, а? Ладно, иди работай Сестра говоришь? Ну сколько же ты с меня возьмешь Сестренка? Ты креститутка Ну значит дура С такими данными Можно было бы очень неплохо устроиться А я могу сделать тебе протекцию После проверки качества работы, естественно Ладно Надумаешь Звони Не пожалеешь Здравствуй, Игнат Здравствуйте Чем обязан? Я вижу, не очень рад меня видеть А вы этому удивлены? Да мне, собственно, плевать Я просто пришел Предупредить Я уже не тот маленький мальчик Которым легко манипулировать Держись подальше от дома, Проскурь Боюсь, что вы переоцениваете Свои силы, брат Анатолий Я тебя предупредил Пап, а где Гера? Гера Понимаешь Герба пропала Как пропала? Ну, калитка была у нас открыта Она убежала и пока не вернулась Ведь она ведь лучше? Обязательно Конечно Детя! Детя! Ты где? Что-то случилось? Нет, все хорошо Просто сложный день Слишком много покупателей Это же хорошо Когда как? Ты что-то скрываешь? Папа, надо написать объявление Кто-нибудь найдет Геру И приведет к нам Ну, конечно Обязательно напишем Обязательно Что, плохо себя чувствуешь? Нет Просто минутная передышка Угу Ну и кого ты Обманываешь Ты не имела права Скрывать от меня Свою болезнь Откуда вы это? Детяка Я же следователь И был следователем Когда ты еще Контрольные по математике списывала Угу Теперь понятно Да Тебя вела наружка Ты даже не заметила Вот в такой-то форме Ренат С таким Диагнозом Я не имею права Допускать тебя к работе Так что Давай-ка Уходи на больничный Василий Андреевич Я вас Ну пойми А вдруг на выезде С тобой что-то случится Василий Андреевич Я вас очень прошу Оставьте мне хотя бы последнее дело С Вабиловым И Беляевым Ой Вот его-то как раз И надо было забрать Увлеклась ты этой мистикой Я вам Я вам обещаю Я не шагу Без вашего ведома Ну не знаю Не знаю Танюш А ты цветы поставь На подоконник Пожалуйста Ой Какая у вашего приятеля Машина красивая Красная Мой любимый цвет А за рулем девица А номер Номер какой Номер Номер Скажи Не 252 Случайно Точно Ну вы даете Это у вас После аварии Такие способности Здорово Вот теперь Как экстрасенс Здрасте 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 Добрый день, Галина А вот и мы С телевизором Это Ася Помните ее? Еще как Здравствуй, Ася Да я на минутку Здравствуй А что ты так нервничаешь А я знаю Не хотите ли мне подбросить деньжат, молодые люди? За что это интересно? Ну не знаю Например, за то, чтобы я забыла, что меня подрезала красная БМВ с номером 252 СР Как быстро ты подсуетилась Пойдем отсюда, Игорь Он еще и Игорь оказывается А что, ребята Покатались? Пора и саночки повозить Гетя! Гетя! Артон Ты что? Ко мне приходила сегодня твоя стюардесса Яла Я бы там ничего не знал Мне от этого не легче Лариса Я обещал тебе, что наши отношения с Эллой в прошлом Что ни день, то новая напасть Еще и Гера пропала Пропала Это бывает Может быть, еще вернется Не вернется Гетя Она умерла С чего ты это взяла? Анюта Ну-ка, иди сюда Иди ко мне Ты чего такое придумала? Игнат, спасибо, что приехал А что случилось? Все в порядке? Да, все в порядке Скажи, это знаешь брата Анатолия? Да, это друг моей бабушки А ты его откуда знаешь? Долгая история Потом как-нибудь Странно, ветра нет И качали качаются Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, подожди. Не надо, не делай этого. Подожди. Субтитры создавал DimaTorzok Игнат, что с тобой? Кровь. Да нет, ничего. Кровь. Да ну нет же ничего. Тише, тише, тише. Я слышала о неких ваших способностях. Я хотела, чтобы вы послушали вот эту запись. Вам надо беречь себя. Здесь кто-то есть. Завтра в 20.00 на ТВ-3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА